Миром, дорогие друзья, на связи Алексей Мазалёв. Сегодня в рамках проекта, соответствующим образом, школа химчистки обуви, я хотел вам рассказать об одном из самых замечательных очистителей для обуви, который, ну это сильнодействующий очиститель, такой профессиональный, который вы можете использовать, это Sapphire Renomat. Значит Sapphire Renomat у нас с вами сделан на основе, соответственно, каких-то особых растворителей, и основное его назначение это удаление всяких застарелых пятен. В первую очередь он у нас с вами великолепно удаляет различного рода масляные, восковые, то есть вот эти вот все вот загрязнения, особенно остатки старой обувной косметики, которые достаточно сильно у нас с вами впитываются во все углубления обуви, то есть как бы портят внешний вид кожи, мешают соответствующим образом профессиональному уходу, поэтому для профессиональной чистки обуви это просто незаменимое средство. Но есть важные моменты при использовании данного очистителя, соответственно данный очиститель может обесцветить поверхность обуви, поэтому то есть это стоит иметь в виду, очень часто после использования реномата у нас с вами, то есть то, что называется, исчезает краска. Особенно он на красках, так называемых, то есть от кожи без лицевого покрытия, соответствующим образом у нас с вами после использования реномата возникают такие некие более светлые участки. Если вы собираетесь, соответственно, у вас есть крем сильно кровящий в цвет, в цвет, которым после использования реномата вы можете покрыть обувь, ничего страшного в этом нет. Это такое вот особое свойство, обесцветивает, обесцвечивает. Но если вы будете использовать данный очиститель на каких-то особых цветах обуви, там где у нас с вами сложно подобрать декорирующий крем, то нужно в обязательном порядке протестировать данный очиститель на незаметном участке изделия. Инструкции по применению реномата предельно проста, она вот у нас с вами, то есть прямо тут, да, обозначена или у нас с вами она есть на этикетке или написана на сайте производителя, то есть строго ей следуйте, то есть мы с вами должны соответствующим образом сначала зачистить поверхность обуви от песка, пыли, грязи, то есть удалить всякие поверхностные загрязнения, дать обуви высохнуть, встряхнуть флакон с реноматом, потому что тут двухкомпонентная субстанция, мягкой тряпочкой нанести или губкой с реномат на поверхность обуви и соответственно использовать сухие салфетки для чистки, то есть хлопковые лучше всего салфетки или я фетровые салфетки использую для очистки поверхности обуви. Также можно использовать соответствующим образом это вот такие вот жесткие щеточки, вот это в тех местах, где у нас с вами соответственно сильное загрязнение для соединения рантов с подошвой или швов обуви, то есть вот такие вот щеточки, которые напоминают зубную пасту, это у нас с вами рантовые щетки, которые мы с вами тоже можем использовать. Ну и то есть про все соответственно способы химчистки обуви очень хорошо я рассказываю на заочном мини-курсе, который так и называется, химчистка обуви изделий из кожи. И поэтому если кто-то хочет узнать об технологиях применения всех видов очистителей, не только реномата больше, я приглашаю на данный заочный мини-курс. Ссылка соответствующим образом будет под роликом, за сим я хочу с вами попрощаться, надеюсь мои сегодняшние советы, рекомендации и обзоры были вам полезны и интересны. Ставьте лайки, жмите колокольчик, пишите комментарии, буду стараться отвечать. С уважением ко всем, Алексей Музылев.